А когда она сказала, что я у вас задержалась, вышла, и я минуту три выхожу, крышка вот так уже стоит, вот так, в строчке стояла. Я как глянула, этого первого пакета нет. Осмотрев внимательно шкаф, Мария Ивановна увидела, что в нем нет и второго пакета с деньгами. Незваные гости забрали сбережения, которые 91-летняя женщина собирала годами – 1 миллион 300 тысяч рублей. О покупке новой квартиры старикам теперь остается мечтать. Мне позвонила женщина, назвала тоже по имени-отчеству, и я говорю, что вы хотите. Ну, она все расспрашивала, чем болела, чего, все, вроде бы все нормально. А потом говорит, идет пенсионная, идет реформа денег, и вот если вы не напишете заявление, то у вас денег все пропадут. Сейчас к вам женщина придет. Пришла женщина, заставила меня написать заявление. Я написала, она говорит, еще надо номер и серию пенсионного удостоверения. Похищение денег, по словам пенсионерки, произошло, когда она искала документы. Место, куда были спрятаны сбережения, женщина показала сама при пересчете купюр. После кражи одна из злоумышленниц ушла из квартиры. Вторую, Мария Ивановна, просила одуматься. Она все время на стрёме стояла на телефоне. И я подошла, говорю, вы аферисты, что же теперь вы делаете? Вы же деньги последние у нас забрали. Как вам не стыдно? Вы что, на своем уме или вы бы в уму выжили? Я говорю, может быть, я и выжила, пустила вас, аферистов. Вот, но я, то, говорит, мне брали, а потом, говорит, она сказала, что вы сами отдали. А это кадры еще одной кражи, случившейся на следующий день в Заводском районе. После звонка якобы из пенсионного фонда о грядущей реформе к женщине пришли злоумышленницы. Они обещали тут же обменять деньги и, выбрав удобный момент, заменили 1 миллион 200 тысяч рублей на купюры банка приколов. В пенсионном фонде напоминают, сотрудники ведомства не обзванивают граждан и не посещают их на дому. В случае, если к гражданину уже пришли, кто-то и представился сотрудниками пенсионного фонда, ни в коем случае не впускать в квартиру. Тут же связаться с клиентской службой пенсионного фонда, либо с отделением в каждом районе. Все телефоны размещены на сайтах. Есть общий телефон для всей России, 8806 миллионов, на которые обратиться. Не пускать к себе в квартиру. В случае, если позвонили, сотрудник пенсионного фонда также отказаться от общения и перезвонить в пенсионный фонд. Работники пенсионного фонда приходят гражданам лишь после личного обращения ведомства. Если заявки не было, а на пороге неизвестные, не открывайте им дверь. Поиски злоумышленников, обманувших жителей с областного центра, продолжаются. Расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам краж в особо крупном размере. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.